Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. В республиканской столице продолжается комплексная поддержка семей мобилизованных военнослужащих. В Зеленчукском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Фроловский и уже подключены первые потребители. Корочаевская есска в третьем квартале этого года заняла первое место среди регионов России по производству минеральной воды. И Амаль Кирейтов, и Амаль Джин Дубаев представят сборную России на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Далее подробно об этих темах и не только. В правительстве Карачао-Черкесии обсудили развитие импортозамещения на территории республики при содействии Росатома. Совещание прошло с участием директора представительства по Южному федеральному округу госкорпорации Росатом Павла Хаценко. Напомним, что в связи с наложением санкций недружескими странами на Россию президентам страны было дано поручение о скорейшем развитии импортозамещения в России. Государственная корпорация Росатом, опираясь на уже имеющуюся развитую научно-техническую базу, уже приступила к созданию инновационных производств, позволяющих в сжатые временные сроки заместить ввозимую из-за рубежа продукцию на отечные аналоги, отметил председатель правительства Карачао-Черкесии Мурат Аргунов. Так, в кратчайшие сроки предприятиями, входящими в госкорпорацию Росатом, налажен выпуск медицинской продукции, современных композитных материалов, объектов солнечной ветряной генерации, оборудования для накопительной энергии и не только. Далее цитата пример министра республики. «Считаю, что у нас сейчас появилась уникальная возможность плотно повзаимодействовать с госкорпорацией Росатом и минимизировать риски исчезновения с нашего рынка любого иностранного оборудования, вывести абсолютно на новый уровень нашу науку и улучшить нашу медицину». Закончилась цитата Мурата Аргунова. В Зеленчукском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Фроловский и подключены первые потребители. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Карачао-Черкесии Евгений Поляков, генеральный директор компании «Газпром» межрегион «Газчеркесск» Олег Дергачев, руководители района и сельской администрации. Ежегодно благодаря совместным усилиям «Газпрома» и властей республики природный газ приходит в самые отдаленные населенные пункты региона. Жители получают возможность жить качественнее и с комфортом, отметил Олег Дергачев. «От имени группы межрегион «Газ» искренне поздравляю вас с этим знаменателем событием. В хутор Фроловский пришел сегодня природный газ». «Сегодня все 136 домовладений хутора имеют возможность к подключению к природному газу. В Зелечевском районе работа по дегазификации ведется очень активно. В настоящее время, на сегодняшний день, принято более 600 заявок, 70% из которых уже реализованы. 126 домовладений района уже подключены». Межпоселковый газопровод протяженностью 5 километров построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карачао-Чрикесии. Подключиться к природному газу смогут 136 домовладений. Об этом рассказал глава администрации Зелечевского района Алексей Науменко. «Ранее они тратили огромные деньги для того, чтобы сделать проект и подвести до границы раздела. Но это была проблема для жителей. Сегодня эту проблему сняли. И тебя им облегчили. Почему? Потому что сделать проект внутреннюю часть домовладений – это намного проще и лучше. Поэтому жители довольны». Комплексная поддержка семей жителей Черикеска, призванных в рамках частичной мобилизации, продолжается. В мэрии города заверили, что ни одно обращение не остается без внимания и решения. «Никакого формального подхода в этом вопросе нет и не может быть», – сказал мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Сейчас двум семьям оказывается помощь в ремонте. По заявке пяти семей будут выделены средства на приобретение лекарственных препаратов, детского питания и одежды. Еще две семьи получили медицинскую помощь. Трем помогли оформить меры социальной поддержки. Решаются также вопросы трудоустройства родных мобилизованных горожан. По запросам организуются консультации специалистов в разных сферах. Напомним, за каждую семью мобилизованных жителей Черикеска закреплен социальный работник. По данным Центра развития перспективных технологий, Крача-Черкесия в третьем квартале этого года заняла первое место среди регионов России по производству минеральной воды. В частности, в республике произвели около 134 миллионов литров минеральной воды, что на более чем 22% больше по сравнению со вторым кварталом. В топ-5 производителей минеральной воды также вошли Ставропольский край, Новосибирская область, Москва и Липецкая область. В соседних Краснодарском крае 6 место и Ростовской области 20 место наблюдается существенный прирост объема производства на 13,7% и 23% соответственно. В Черкесске продолжается диспансеризация горожан, переболевших коронавирусной инфекцией. В сентябре углубленными досмотрами прошли более 600 человек, за 9 месяцев этого года свыше 7 тысяч. Медики напоминают, что самый эффективный и безопасный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания – вакцинация и ревакцинация. Эксперты призывают не игнорировать этот важный компонент противоэпидемической борьбы, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. По-прежнему в республиканской столице можно привиться в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. Для горожан доступны все отечные вакцины. За последние 6 лет в Черкесске по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое лифтовое оборудование установлено в 44 многоквартирных домах. Об улучшении качества жизни горожан и некоторых проблемах, которые возникают при эксплуатации оборудования, рассказала ведущая инспектор управления ЖКХ мэрии города Елена Димитровская. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе. И люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные. В них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывает то, что не успели пустить лифты в работу. Как что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Народный фронт направил в мэрию Черкеска замечания по благоустройству дворов по улице Магазиной. Существенные нарушения допущены при благоустройстве дворов по адресам Магазины 30 и Магазины 26 и 26А. Среди замечаний незакрепленные бордюры, отсутствие фонарей и опасное детское игровое оборудование. По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта в Карачае-Чекесе Людмилы Капушевой установленные во дворах бордюры не закреплены должным образом. Некоторые уже разрушились под колесами машин. А в других дворах подрядчики просто сэкономили на цементно-песчаном основании при укладке плитки. На Магазиной 30 в зоне отдыха нет фонарей. Здесь же не обрезаны аварийные деревья, представляющие опасность. Особое внимание Народный фронт уделил безопасности детских площадок. Эксперты отметили, что здесь установлено ограждение, которое не позволит неожиданно выскочить ребенку на проезжую часть. Однако все игровое оборудование, закупленное, видимо, у одного поставщика, либо опасное, либо аварийное. Везде установлены так называемые качели убийцы. Сидения у них на жесткой сцепке. Резиновое покрытие уложено с нарушениями. Не хватает соединительных деталей. В итоге оно вздыбится и станет опасным за один сезон. В производстве Зеленчукского следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения в станице Кардоникской в отношении малолетней действий сексуального характера. Подробности у Евгении Перфильевой, старшего помощника, руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Чкесии. По данным следствия, вечером 6 июля 2022 года мужчина, увидев возле двора одного из домовладений, расположенных в станице Кардоникской, 6-летнюю девочку, совершил в отношении последние и иные действия сексуального характера. В настоящее время следователями установлен мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 34-летний житель села Архиз, который скрылся с места происшествия. Сотрудниками Следственного отдела выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника и обстоятельств совершенного преступления. В связи с изложенным, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачао-Черкесской республике просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Узденова Рустамом Борисовичу, сообщить по телефону В Карачао-Черкесии стартовал проект «Клуб управленцев БОС-сообщества». Благодаря нейротехнологиям у активной молодежи республики появилась уникальная возможность прокачать свою мозговую деятельность, а в будущем применить все полученные навыки в разработках идей и проектов для развития Карачао-Черкесии. Подробности у генерального директора фирмы Neurospace Владимира Ванина. Будем рассказывать про то, как можно с помощью нейротехнологий очень быстро и эффективно развить способности человека, то есть память, внимание, концентрацию на 30% в месяц и быстрый выход из стресса за 40 секунд. Соответственно, это инновационный продукт, который, несмотря на всю свою новизну, клинически применяется уже с 1968 года, но раньше применялся только в закрытых заведениях специальных, типа «Роскосмос», там и так далее. Постепенно стал уже доступен людям после того, как наступила миниатюризация, и программисты смогли создать математический аппарат для вычищения сигнала на фоне шума. С 4 по 6 ноября в Архизе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта «Funk and Beats». Участников фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны. Идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером, атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани, и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Амаль Кирейтов и Амаль Джан Дубаев представят сборную России на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже имеют внушительное количество побед в своей копилке. Состязания пройдут среди юношей до 18 лет на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Саи Тиева, которые стартуют 29 октября в Красноярске. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачное с прояснением погода, местами дождь, днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесии днем дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик катерометра поднимется до отметки плюс 15. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова.